Здравствуйте, мои дорогие, любимые, самые прекрасные. Меня зовут Юлия Ходарцева, и вы слушаете мои подкасты о богатстве, ценности, себя и престиже. Сегодня мы поговорим о кризисе, о психологическом кризисе и как его преодолеть. Мы сегодня обсудим, что это такое, как он формируется и как конкретно нам действовать, чтобы пережить кризис. Ну что, полетели. Ну, так или иначе, я психолог-растановщик, поэтому я буду говорить с точки зрения психологии и буду говорить с точки зрения психологического кризиса. Что такое психологический кризис? Нужно понимать, что вне зависимости от нашего опыта, нашего возраста, ситуации в жизни, так или иначе, мы время от времени сталкиваемся с различного рода кризисами. Эти кризисы могут быть разного, так скажем, заряда, разного уровня и на разную тему. Кризис – это, как правило, достаточно сложный период, который окружен сильной чувствительностью, сильными негативными, как нам кажется, эмоциями, бессилием, пониманием того, что мы на что-то не можем повлиять. Это когда внешняя сила начинает что-то с нами делать. Однозначно, любой кризис абсолютно связан с нашей внутренней позицией жертвы – это когда от нас что-то не зависит. Да, и мы сейчас все с вами проживаем такую ситуацию, когда как будто бы по независимым нам обстоятельствам происходит, ну, так скажем, экономический кризис, который влияет на нашу личную жизнь в том числе, да, на наши личные финансы, на наш личный эмоциональный фон, как я уже говорила, да. У нас опять там чувство бессилия, ощущение, что ничего нельзя изменить и прочее. Важно нам с вами понять, что с этим делать, что вообще этот кризис означает и вообще как из этого выходить. Если мы глобально говорим о кризисах, сейчас не будем привязываться к сегодняшней ситуации в стране, скажем следующее, что любой кризис – это нормальный этап развития или понимание того, что мы можем выйти на новый уровень, да. С точки зрения психологии, что же такое психологический кризис? Это так называемый такой переломный момент, поворотная точка в жизни. Это ситуация, когда в жизни то, что раньше работало, теперь почему-то перестает работать. Этот кризис может зависеть от разных обстоятельств. Давайте приведу вам конкретные материальные примеры из моей жизни. Вот, например, жила я в съемной квартире, жила, жила, жила. Где-то подсознательно я хотела уже приобрести свою квартиру. Ну, как бы у меня там была достаточно большая квартира, достаточно по хорошей цене. Я как бы где-то второй головой думала, приобретать или не приобретать. Тут у меня случился кризис через внешние обстоятельства. Что это значит? Приехал хозяин квартиры, который долго жил в Перми, там 10 или 12 лет, сдавал мне по хорошей цене. Он приехал, говорит, я переезжаю в Москву, у тебя месяц, чтобы ты отсюда съехала. У меня реально кризис. Почему? Потому что я в этот момент улетала в Америку на месяц. Мне тут надо за месяц съехать, понять, куда съезжать и прочее. Но важно понимать, это такой серьезный кризис. Приехал хозяин, нас там выселил из квартиры. Ужасно все, конечно. Но важно увидеть, что благодаря этому я приобрела свое собственное жилье. То есть, о чем я хочу сказать, что любой кризис так или иначе является хорошим пинком к возможности к росту. Здесь есть два пути. Во время кризиса мы можем упустить руки, сказать, что все херово, все плохо и ничего не делать. А можем во время кризиса начать искать варианты и выйти на новый уровень. Как я вам сейчас привела пример со своей квартиры. Если мы говорим дальше, то у кризиса могут быть внешние обстоятельства, как хозяин моей квартиры, и внутренние обстоятельства. Понятно, да? Почему? Что это значит? Может быть, изменились обстоятельства вовне, а может быть, накопилось слишком много внутреннего чего-то, когда вы говорите, я так больше не могу. То есть, когда мы очень часто игнорируем свои эмоции, не идем в развитие, у нас внутренне случается какой-то эмоциональный срыв, который дает нам возможность выйти на новый уровень. Но главное, чтобы мы выдержали это эмоционально и психически. Понятно, да? Здесь важно понимать, что когда, например, мы постоянно ходим к терапевту, к расстановщику ко мне, ходим на мои марафоны, на мои там какие-то продукты, мы постепенно эти внутренние кризисы раз за разом счищаем и потихонечку идем к росту. То есть, так или иначе, что такое кризис? Кризис – это когда по-старому я не могу или не хочу, могу, но не хочу, а по-новому еще не знаю как. И, по сути, проживать кризис со своим терапевтом, со своей образовательной программой – это нормальная ситуация. Почему? Потому что кризис всегда соединяется с ростом. И очень важно не доводить кризис до состояния сильных негативных эмоций, до состояния истерики. Почему? Потому что так или иначе, нам важно помнить, что мы пришли сюда развиваться. И, по сути, кризис – это возможность к росту. И это важно, важно понимать. Да, потому что благодаря кризису он идет к своим базовым целям и к своей миссии. Но часто мы это доводим до состояния некой такой истерики. И нам важно понимать, что кризис заставляет человека снять наконец-таки розовые очки, протереть глаза и более внимательно посмотреть на свою жизнь. И действительно, многие, чтобы выбраться из подавленных проблем, которые они не хотят видеть, вынуждены провести своего рода инвентаризацию и вступить в этот кризис, чтобы четко понять, что я хочу или я не хочу. Вы знаете, когда, допустим, мужчина и женщина жили много-много лет, он ее бил, 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 но наступает такой момент, когда уже все, настал апогея, и она уже говорит, все, нахрен развожусь. Это кризис, да? То есть, в итоге кризис всегда является инструментом роста. Кризис для многих людей является единственным способом изменить свою жизнь. Поэтому здесь важно не доводить до жуткого кризиса, а в постоянном росте и в постоянном развитии эти мелкие кризисы проживать спокойно. Да, почему? Потому что пока все нормально, не возникает какой-то дополнительной мотивации изнутри, когда мы не включаем это «хочу меняться», к нам приходит кризис и говорит, как мне сказали, нахрен съезжай с этой квартиры. Понимаете, да? Я вам больше скажу, то, что сейчас там происходит вокруг нас, в нашем состоянии, в нашей стране, это тоже такая тема истории, да, когда мы перестали глобально сами расти, у нас уже все хорошо, у нас там еда и все-все-все-все-все-все-все, и мы даже где-то обленились, многие там увольняются с работ, ведут такой легкий образ жизни, да, ну глобально, если уж посмотреть. Да, то есть мы перестали двигаться и перестали сами себя мотивировать. Нам к нам приходит кризис и говорит, ну-ка, давайте много-много-много-много работать. Понимаете? Для чего? Для того, чтобы сделать внутренний рост. Вот. Поэтому здесь есть история, когда кризис сможет нас вывести на новый уровень, он может нас поднять вверх, но бывает и обратно. Если сильный кризис, он может стать началом слома, ухудшения уровня жизни, деградации, алкоголизма и прочих-прочих моментов. Поэтому я очень вам рекомендую сейчас, когда идет кризис или любой кризис, который вы проживаете в жизни, что у нас к кризису относится? Смерть близких, развод, смена жилья, смена местожительства, смена квартиры, война, наконец-таки, да, экономический кризис, коронавирус и прочие-прочие кризисы. Ваша единственная задача – осознать. У нас есть два пути. Первый путь называется взять себя в руки, взять ответственность и начать двигаться много, работать, осознавать, что нам нужно из этого выходить, как лягушка в кипятке или лягушка, которая взбивала масло. Второй путь – это деградация, ухудшение уровня жизни, депрессия и вообще непонятно что. Поэтому к любому кризису, который возникает в вашей жизни, очень важно отнестись серьезно, не игнорировать его. Если вы поймали маленький кризис сразу к терапевту, к ходарцевой на расстановке, на любые марафоны, это прям лучше, да, лучше малюсенькие кризисы постепенно перерабатывать. Да, если прям уже совсем жуткий кризис, срочно на индивидуалку, ну, грубо говоря, или к терапевту, но самое главное – взять с себя руки, взять под контроль. Если вы сами не справляетесь, найти проводника, который вам поможет это сделать. Теперь давайте поговорим, что происходит во время кризиса. Кризис можно разделить на несколько стадий. Есть такое понятие, как этапы проживания горя. Вот здесь оно очень похоже, я приблизительно так же вам и расскажу. Да, причина кризиса. Старые схемы перестали работать. Накопился негатив. Начинают происходить негативные события. Начинается кризис. Осознание, что что-то не работает. Попытки вернуть все, как было, не решают проблему, потому что все, как было, не работает тоже. Собственно, проживание самого кризиса. Негатив, печаль, депрессия, истерики, заниженная самооценка, попадание человека в состояние жертвы, ну, или там депрессия очень глубинная. И вот здесь у нас начинаются этапы выхода из кризиса. Начало выхода из кризиса – это когда человек осознает проблему и необходимость этой проблемы решать. Поэтому я вас сейчас всех призываю осознать, что мы с вами находимся в проблеме, и у нас есть необходимость эту проблему решать. Как мы работаем с кризисом? Мы садимся и вырабатываем новую стратегию жизни, новую стратегию поведения и поиск решения. Выход из кризиса – это освоение и внедрение новых моделей поведения, адаптация к новым условиям, изменение в вашей жизни. И это очень важно понять. Каждый кризис дает нам возможность нового поведения, новой модели жизни и выхода на новый уровень. То есть, что нам необходимо сделать, чтобы мы вышли из кризиса на новый уровень? Первое. Мы признаем, что сейчас есть кризис. Мы признаем, что нам страшно, плохо. Мы признаем, что по-старому уже не работает. И осознаем, что нам сейчас нужно принять в своей жизни, и во всем, что мы отвечаем в своем бизнесе, в отношениях с детьми, в отношениях с партнером, нужны изменения. Если вам сложно это сделать самим, нужно обратиться к помощи компетентных людей. Дать себе время и осознать, что сейчас сложный этап, нам нужен дополнительный ресурс для проживания этого. Я, со своей стороны, еще скажу, что обязательно надо спорт, здоровое питание и прочие-прочие вещи. Дать себе время найти новое решение и попробовать много-много разных вариантов. И четко понимать, что кризис это, ну, с какого-то даже китайского языка переводится как возможность, зона роста и достижения целей. И тогда вас выселяют из квартиры, и вы можете себе купить новую. Находите варианты. Тогда у вас проваливается бизнес, например, да, а вы ищете и находите варианты, где вы этот бизнес в разы поднимаете. Тогда вы, может быть, разводитесь с партнером, и к вам встречается новый партнер. Просто если вы сложите лапки и будете лежать, ничего из этого хорошего не будет. Поэтому поднимаемся, действуем, действуем и действуем. У меня в апреле будет вебинар «Как пережить кризис в томом тысячелетия». Да, мы сейчас живем немножко в новое время. Я вас на него и на этот вебинар приглашаю. Обязательно приходите. Вообще сейчас в наше время очень важно работать с кризисом и выходить на новый уровень. Поэтому делитесь этим подкастом со своими близкими. Не забудьте мне поставить все пятерочки. Ну и напомню, с вами была Юлия Ходарцева. И всем, кто слушает этот подкаст, напишите в мою команду и получите мой марафон «Расстановочные родители» за 500 рублей. Вот. Как дополнительный бонус. Бесконечно вас люблю. Не забывайте любить, ценить, уважать себя, убирать ответственность и работать с собой. Особенно, когда вы в кризисе. Потому что кризис может поднять вас до небес, а может опустить вас в самый низ. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok